На ямы на улице Ложевой не успел пожаловаться только ленивый. Впрочем, такая возможность у него пока есть. Несмотря на все обращения и попытки ремонта, количество ям не уменьшается. А те заплатки, которые положили совсем недавно, сейчас валяются по обеим сторонам дороги. Улица Ложевая далеко не единственная в Туле с такими проблемами. Скуратовская, Чмутова, Мосина – список можно продолжать долго. Многие из них успели засветиться на карте убитых дорог. Этот проект Общероссийского народного фронта пользуется все большей популярностью у населения. Некоторые дороги ОНФ держит на контроле уже несколько лет. На улице Мосина эта дорога, этот перекресток был у нас на контроле. В том году мы его смотрели, здесь была большая яма. На данный момент яму эту заделали. В целом, что можно сказать, то есть ямочный ремонт по городу идет, заделывается, то есть достаточно оперативно. Однако обойтись ямочным ремонтом не всегда удается. Основные проблемы с трещинами и провалами – на тех дорогах, где уже закончился гарантийный срок. Заделали одну трещину, в следующем году рядом появилось новое. В 2018-м ремонт тульских дорог вошел сразу в две программы. Магистральные трассы отремонтируют с помощью средств президентского проекта безопасные и качественные дороги. Лыжевая, там ремонт порядка 50 миллионов, да, то есть улица Мосина, там ремонт порядка 40. Причем Мосина здесь, если брать, мы ремонтируем, начиная от Советской и Мосина, Павшинский мост, чему-то. То есть, грубо говоря, из центра города выезд на региональную дорогу в этом году полностью будет заменено. Муниципалитет тоже поспособствует. На ремонт остальных дорог город выделил 91 миллион рублей. На тех улицах, которые вошли в программы, покрытие будет полностью заменено. Подрядчики уже определены. Начать работы планируют в конце апреля. София Кириллова, Сергей Давыдов, Новости Тулы.